Покупай на слухах, продавай на новостях. Эти деньги рынки ждали последние полгода. И как писали в Телеграм сегодня, мне совсем непонятно, почему новый вирус выявили 14 декабря. А закрывать границы и ужесточать карантин начали только 20 числа. Единственный аргумент, который может стать катализатором биткоина, рад приветствовать на канале Коинпост. Коронавирус, который уже почти списали со счетов, снова заявил о себе новым еще более заразным штаммом. Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Они падают, границы закрываются и на первое место выходит вопрос, поможет ли вакцина от новой версии вируса. С вами снова рубрика прогнозов, где мы разбираем последние финансовые новости и строим планы на ближайшую неделю. Она существует благодаря вашей поддержке в виде лайков. Так вот, сегодня мы поговорим о трех важных вопросах из нашего канала в Телеграм. Ссылка под видео. Ждать ли рынкам новых денег от США и помогут ли они? Как новый коронавирус повлиял на рынки и какие прогнозы нужно пересмотреть? А также будет ли коррекция по биткоину? Убедитесь, что никто не будет отвлекать вас от просмотра. Мы начинаем. Если вы все еще верите в Деда Мороза, я имею ввиду ралли Санта Клауса на фондовом рынке, то сегодня на этих ожиданиях может быть поставлен большой крест. После новости о новом штамме коронавируса фьючерс на индекс S&P 500 рухнул на 107 пунктов. Потом все немного успокоились и начали покупать обратно. Но все равно сигнал очень тревожный. Особенно если учесть, что рынок наоборот готовился к продолжению роста после согласования в Конгрессе США пакета помощи на 900 миллиардов долларов. Новость очень бычая для фондового рынка, но стоит сделать акцент на двух моментах. Во-первых, обещать не значит жениться. Этот пакет помощи еще нужно проголосовать, а политическое противостояние в США никуда не делось. Трамп продолжает настаивать на фальсификации выборов и призывает республиканскую партию блокировать признание их результата. В моем понимании это риск того, что на согласовании пакета помощи все может закончиться и дальше придется опять ждать и верить. Во-вторых, давайте вспомним старое доброе правило – покупай на слухах, продавай на новостях. Эти деньги рынке ждали последние полгода и вполне логично предположить, что данное событие уже было заложено в цену S&P 500. С конца октября индекс вырос на 15%. Как раз тогда нам начали активно обещать второй пакет помощи сразу после выборов. Таким образом, нельзя исключать риск того, что когда деньги наконец-то дадут, эффект для рынков будет противоположным, чем ожидается. Если вы новичок в фондовом рынке, то буквально вчера опубликовали в Телеграм статью, что за зверь такой S&P 500 и как в него инвестировать, если живешь в России. Перейти в канал можно по ссылке под видео, а я двигаюсь к главной теме этого дня – новый вид коронавируса. Как упали фьючерсы на S&P 500 я уже показал. Теперь давайте посмотрим на другие рынки. Золото решило вернуть себе былые позиции и моментально поднялось выше 1900 долларов. Но затем кто-то явно решил забрать прибыль и в момент тут же упало на 50 баксов. Как итог, пока инвесторы в золото в замешательстве и не знают, дальше рост или просто пошумели и разошлись. По нефти все гораздо понятнее. Курс марки Brent уже сделал почти минус 4%, и теперь все ждут продолжения новостей по новому виду коронавируса. Если все снова будет плохо, то можем вернуться сначала к 49, затем на 47 и далее на 43 доллара, при которых торговались большую часть осени. А шансы на тотальный обвал сейчас невелики. Все-таки добыча и так снижена, и рынок можно будет поддержать словесными интервенциями в стиле «мы готовы снова сократить добычу». Но все будет зависеть от новостей по распространению нового штамма коронавируса. Индекс доллара ведет себя логично. Как только на горизонте показалось продолжение кризиса, так сразу все решили закупаться баксами. Естественно, это существенно ударило по перспективам на укрепление рубля, и он крайне быстро упал до 75. В субботу буквально вышло видео, где говорил о хороших возможностях у рубля остаться в диапазоне от 70 до 74, а также приводил прогнозы финансовых аналитиков и трейдеров о возможности укрепления до 65 за доллар. И с точки зрения фундаментальных факторов, все было как бы правильно при одном условии, что рынки никто не напугает. И вот этот самый непредвиденный фактор сработал. Сначала появились угрозы новых санкций из-за хакерской атаки на Минфен США. А тут еще и этот злополучный коронавирус. Для рубля это как комбо-атака в файтингах, потому что с одной стороны растет доллар, а с другой падает нефть. Добавьте еще, что в России ситуация с заражением и количеством свободных мест в больницах весьма плачевная. И если в страну попадает новая зараза, кризис в медицине может усилиться. Я сейчас не хочу никого пугать. Наоборот, хочу посыпать голову пеплом и предположить, что лучше подготовиться к худшему варианту. Объясняю. Когда о коронавирусе в Китае только начали говорить, я не считал его угрозой, потому что опирался на опыт предыдущей вспышки другого коронавируса, известного как атипичная пневмония. Другого опыта для анализа и сравнения не было, и я допустил ошибку. Рассказываю это сейчас по той причине, что делаются заявления, будто новый штамм SARS-CoV-2, хоть и заразнее на 70% от оригинала, но при этом должен легче переноситься, и существующие вакцины на него подействуют. Вот только подобные заявления также делаются на основании предыдущего опыта, и не факт, что сейчас государства не совершают ту же самую ошибку. И как писали в Телеграм сегодня, мне совсем непонятно, почему новый вирус выявили 14 декабря, а закрывать границы и ужесточать карантин начали только 20 числа. Неужели не было ни одного протокола безопасности на случай появления этой гадости? Как это назвать? Безалаберность? Или специально дали ему время, чтобы расползтись по другим странам? Пишите, что думаете в комментариях, а я перехожу к заключительной теме. Биткоин вроде и не болеет коронавирусом, но цена сегодня уже опускалась на 21 800 долларов, и если посчитать с начала дня, то максимальное падение составило 2200 долларов, или 9%. Тут самое время вспомнить про корреляцию между фондовым рынком и биткоином, особенно когда вместе летели в пропасть в марте этого года. В нашем канале Телеграм провели опрос, куда падает биткоин, и результат вы видите на экране. И пока более 30% уверены в скором развороте и уже очередном обновлении максимума цены. Теперь где-то на условном 24 500 долларов. И пусть в комментариях часто пишут, мол, если сказали рост, значит пора продавать и наоборот. Сегодня я готов поддержать большинство по следующим причинам. Смотрите, на рост ставить 30%. А вот все остальные варианты ответа подразумевают падение до разных уровней цены. Следовательно, настоящее большинство в 70% сейчас ждет именно коррекции. К тому же это и сугубо мои ощущения. Импульс роста еще не потерял свой заряд. И шанс на еще один поход выше 24 тысяч, мне кажется, есть. Эта ситуация напоминает недавние дни с 13 по 15 декабря, когда все просто кричало о начале коррекции. Но вместо этого мы пробили 20 тысяч и затем установили новый максимум цены. Единственный аргумент, который может стать катализатором биткоина, за исключением всяких там манипуляций рынком, это поведение индекса S&P 500. Если инвесторы фондовый рынок США устроят паническую распродажу из-за нового коронавируса, то биткоин также рухнет. Но если в акциях быки удержат свои позиции, тогда и по биткоину можно ждать новых сюрпризов. Жду ваших прогнозов в комментариях, в первую очередь по развитию ситуации с новой заразой. И напоминаю, что если вам нравятся наши видео, то у вас есть множество способов для поддержки канала. Начните с подписки, проверьте, что поставили лайк, а для самых ярых сторонников есть репосты и спонсорская подписка. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры подогнал «Симон»!